Здравствуйте! С вами Ольга Воронова и вы на YouTube канале Природа Будущего. Сегодня мы с вами поговорим о вредителях, которые угрожают и нашему домашнему огороду, и, собственно говоря, комнатным цветам. А сейчас для них самое лучшее время. Даже если кто-то не устраивает домашний огород, то все равно комнатные цветы, я думаю, есть сейчас у большинства. И вот конец декабря, скоро Новый год, такая зима-зима. И вот именно это время для вредителей самое прекрасное. Почему? Прежде всего не забываем, что в 20-х числах декабря самый короткий день и самые длинные ночи. И знаете, даже когда чуть-чуть начнет расти день, это, знаете, месяц, а то и полтора этого будет практически незаметно. То есть дни самые темные, а в комнате сухо и жарко порой. Но если уж не жарко, то сухо точно, потому что центральное отопление в квартирах. Вот эта совокупность параметров самая для растений тяжелая, потому что у них падает иммунитет. Все растения, как неговоримые, конечно, им фитолампа, условия, но они дети солнца. И малость понимают, что это не совсем что-то похожее, но не совсем как в природе. Что-то вот, они же понимают за окном, что происходит. Растения очень разумные на самом деле, такие опыты наукой ставились. Растения очень многое понимают, только сказать не могут. А с другой стороны, сухо, жарко, местами темно. Это самое лучшее для вредителей. Вот, например, паутинный клещ, это вот вообще у него мечта. У него, конечно, самая мечта, чтобы еще была и теплица. Ну, нет у нас дома теплицы, но все равно условия для него фактически идеальные. И, конечно, для разнообразных мошек. Вы их, наверное, даже видели, таких черненькие мошки, которые начинают летать уже, когда растения начинают подрастать. И вот везде они летают. Но это не фруктовые мошки, это другие. И они как раз являются вредителями наших растений. Ну, а тля и прочие вещи, это, конечно, реже. В квартире это реже, это в основном на улице. Но вот мошка и паутинный клещ, это, можно сказать, самые злобные вредители. Ну, когда у наших растений, у домашнего огорода, имея в виду, появляются всходы, то, конечно, сразу мы этих вредителей не видим. Потому что рановато вредители тоже чувствуют, что еще пока немного там ресурсов для них. А вот когда растения достигают, например, высоты 10-15 см, уже пора начинать беспокоиться. И тем более, прежде всего, это относится к огурцам. И тоже, начиная с высоты 10-15 см, огурцы под повышенной опасностью. Тем более, что у них листья нежные, не опушенные. Вот у томата, например, опушенные. И на них, прямо скажем, вредители пойдут, но в последнюю очередь. А вот огурцы, а затем перцы, а еще и цветы какие-нибудь. Это вот самое для них вкусное. Ну, скажем так, паутинный клещ – это классический вредитель огурцов. Поэтому очень многие так огурцов никогда и не дожидаются, потому что их уничтожает паутинный клещ. Надо сказать, что у вредителей бывают разные подвиды и разновидности. Вот в теплице мы, например, достаточно быстро замечаем этого паутинного клеща, собственно, по паутине. Помимо прочих желтых пятен, вроде как подсыхание и увядание. Это да, хлорозу, потому что высасывает все соки. Но мы эту паутину как бы видим. А вот в комнатных условиях особо нет. Просто пожелтение, увядание, растение как-то перестает расти и все. И у него все останавливается. Как бы огурцы погибают через некоторое время. Но паутины как таковой мы вроде не видим. Но иногда вы можете увидеть, что на стволике почему-то как кусочки земли. Хотя вы их ею не посыпали. Это вот он пополз из земли и оставил эти следы. Нанес немножко земли. Ну вот он пошел, значит. Но он просто будет высасывать соки, растение будет останавливаться в росте, желтеть. Могут коричневатые немножко, вот пятнышки быть. И вот как бы и все. И увядание. И многие садоводы считают, что это вот болезнь какая-то. И начинают использовать фунгициды. А вот и нет. Болезни, кстати, в сухости комнатного воздуха вот редкость. Если огурцы не скосила черная ножка при схождении, маловероятно, что тут что-то. Если только у вас дома там все комнатные поражены каким-то грибом. Но знаете, все-таки хозяева как-то смотрят за своими цветами. Вот такого запустения как-то не встречается. И перроноспороза не бывает, потому что не улица. Тут все другое. Так что это 99% паутинный клещ. Мошка тоже портит. Но она больше, кстати, портит томаты, перцы. Тоже очень. Но просто. Как бы вы, может быть, урожай у вас будет маленький. Растения угнетенные. Но вот паутинный клещ он вообще может убить. Поэтому вот все внимание. Как только что-то с огурцами явно не то. Надо переходить к борьбе. Ну и какие здесь у нас есть возможности. Ну, конечно, возможности есть в виде химикатов. Но мы сами представляем, что мы находимся дома, в квартире. Дети, домашние питомцы, все такое прочее. Да и вообще, если мы говорим об огороде на окне, нам, конечно, нужен экологически чистый урожай. То есть химикаты, как бы это не совсем та история. То есть нужно что-то нам поименить с вами. Что-то натуральное. Значит, а какие здесь могут быть варианты, как действовать? Вот проще всего, и чтобы вообще ни на что не влияло. Ну, значит, здесь, конечно, должны быть препараты на основе эфирных масел. Потому что они заклеивают все дыхание, потому что они дышат корпусом, эти паутинные клещи, и погибают они мгновенно. А для человека дышат это вообще никак. Это знаете, как люди, крем с эфирными маслами. Абсолютно никак. Но тут есть одна тонкость, и я вам сейчас о ней расскажу. Но прежде покажу, какие препараты от паутинного клеща как раз дома подойдут. Но, еще раз повторяю, здесь есть особенность применения. Подойдет нам с вами вот такое средство МАК от паутинного клеща и мошки. Есть еще аналогичные от белокрылки. Но у нас белокрылка очень навряд ли. У нас главный враг – паутинный клещ. Почему их две? Две упаковки. Потому что малая упаковка. Нужно приготовить раствор самостоятельно. А вот этот большой МАК, он уже с пульверизатором. Он уже со встроенным опрыскивателем. И там этот МАК уже раствор подготовленный. И вы можете брать и обрабатывать растения. Но вот с таким дополнением. Что интересно, если кого-нибудь спросить, а как вы думаете, что эффективнее – натуральные средства или химические? Я думаю, что большинство как бы ответит, что химические. А вот и нет. Натуральные, конечно, эффективнее. И настолько они бывают эффективные, что у них есть определенные регламенты применения. А то могут они вызвать даже определенные эффекты у растений, у самих растений. Так, например, МАК, будь то разведенный вручную раствор или будь то уже готовый МАК, Значит, что мы делаем? Если у нас паутинный клещ на комнатных цветах, на взрослых растениях, мы берем и обрабатываем. А вот если у нас еще небольшие растенеца в домашнем огороде, овощи, то есть еще плодов они не дают, посмотрите, они в целом еще даже не пересажены в окончательстве. Это ничего, что они так вот начали расти, огурец растения рослые. Но они еще, смотрите, в маленьких горшках, и им еще предстоит пересадка. И до огурцов, как видно, здесь еще далековато. Это растения очень молодые. И вот именно эти эфирные масла, на клеща-то они подействуют, но они могут обжечь нежные листочки. Поэтому у молодых овощных растений здесь регламент применения другой. Не ошибитесь. Значит, во-первых, любое средство МАК, будь то самостоятельно приготовленное или готовое, мы сначала взбалтываем. А потом, в случае, если это у нас с вами овощи, если у нас с вами это овощи, то обрабатываем не сами растения, а почву в горшке под ними. Вот так. Собственно, паутинный клещ, он же оттуда вылезает. И поэтому вот так. Нужно, естественно, не допускать, что тут уже все растения в паутинном клеще. Но я думаю, так и не будет. А вот когда огурчики будут взрослые и начнется плодоношение, вы тогда сможете применять МАК непосредственно, так же, как и на комнатных растениях. Вот это разница, потому что может быть ожог листьев. Поэтому здесь мы землю в горшках обрабатываем, а когда огурчики вырастут, то в целом. А у комнатных растений можно вести обработку сразу. Ну и еще есть против вредителей, коль мы уже заговорили о грунте, есть еще один вариант. Тоже направлен на то, чтобы просто оттуда не вылезли вредители. Из почвы. Они же оттуда приходят в основном. Как раз и видно по этим почвенным следам. Что мошка, они оттуда появляются, что паутинный клещ. Как один из вариантов мы обработали, конечно, МАГом. Он полностью их уничтожает. Но есть еще механический вариант, которым можно подстраховаться. Я говорю про диатомит садовый. Диатомитом мы просто, как мульчу делаем. Довольно-таки большим слоем. Ну как, ну не более сантиметра. Ну, в общем-то, чтобы не просвечивал грунт. Мы обсыпаем диатомитом садовым. А диатомит садовый это такое средство. Казалось бы, в нем нет действия вещества. Но оно очень сильно обезвоживает. Таким образом, оно будет обезвоживать и насекомых, и паутинного клеща. И навряд ли кто-то в нормальном состоянии оттуда вылезет. Так что можно, если в случае вы боитесь вот этих вредителей, можно сделать и то, и то. И диатомит, и обработка МАГ. Диатомит мы добавляем вот таким образом. Просто посыпаем, полностью закрываем, как мульча, и все дела. Пусть только вредители попробуют отсюда появиться. Натуральные препараты против вредителей очень эффективны. Бывают гораздо эффективнее химических. Тем более дома использовать химию это не вариант. но у этих средств бывают особенности. И если вы будете действовать в соответствии с ними, если будете знать, то тогда у вас все будет хорошо. И от вредителей вы избавитесь. Ну а сейчас я прощаюсь с вами. С вами была Ольга Воронова и YouTube канал «Природа будущего». С вами был Игорь Негода.